Здравствуйте, в эфире программа персонально вашего микрофона Максим Курников, а персонально ваш сегодня Александр Зеленцов, предприниматель и, самое главное, заместитель, руководитель администрации Оренбургской области до 99-го года. Здравствуйте. Добрый день. Я напомню, что наши слушатели могут писать вопросы по СМС плюс 7 9 2 2 8 7 8 24 44. Пожалуйста, присылайте, я постараюсь себе задать, особенно если вы будете подписываться. Александр Иванович, я сначала вас спрошу, конечно, о той ситуации, которая снова прославила Оренбургскую область по всей стране. Это видео шуточное, которое записали, несколько видео, которые смонтировали в одно, их записывали в Министерстве лесного хозяйства Оренбургской области. Вообще, насколько, по вашему мнению, по вашему опыту, это распространенная практика, просто записывать шуточные видео, насколько это большое преступление сегодня? Ну, понимаешь, я очень много лет проработал в Органах власти, и я когда вот это увидел все, я назвал такое слово, я уж извиняюсь, литературное нет, но я все-таки даже в эфире его назову, там пусть меня простят. Вот эту порнографию, ну, это было недопустимо. Ни в советское время, ни вот в раннедемократическое время, ни то, что сейчас сделали эти люди, то, что в Министерстве лесного хозяйства, ну, есть у русских нормальные пословицы. Вот одна из таких плохих, жестких пословиц. Дуракам закон не писан. Можно только так сказать. Вы в этом смысле солидарны с Юрием Вергом, который решил уволить и министра, и всех его заместителей, а сегодня выяснилось еще и начальников отделов, и того, не меньше 11 человек. Ну, у меня даже цифра немножко побольше. Даже так? Да, 21 человек. Что плохо, Юрий Александрович не уволил по статье, и об этом сейчас народ говорит. А то, что Юрий Александрович это сделал, ну, это просто, ну, это надо было немедленно сделать. Ну, наверное, Танких опередил, а когда главную голову отпустили по собственному желанию, если это так, я не читал ни указа, ничего, но вот как народ говорит, так и я говорю. Вот. Как бы других его подчиненных уже по статье было увольнять, ну, как бы неэтично, да? Если главарь отпущен по собственному желанию, то уж. Тем не менее, Александр Иванович, надо сказать, что всякое бывает в работе разных правительств. Разные министры впадают в разные истории, иногда даже под суд. Но никогда не было такой жесткой реакции со стороны губернатора на эту тему. Он же председатель правительства. Давайте просто отметим, что он действительно непосредственный подчиненный. Ну, давайте, давайте так честно, я тебя сразу перебью. Не забывайте, что он не председатель правительства и не губернатор. Хотя все эти должности у него есть. Он нормальный, простой преподаватель. Он нормальный директор школы. Но ты сам понимаешь, когда столько лет человек проработал в образовании, в воспитании детей, вот такая, я больше не буду плохое слово говорить, которое я сказал, оно действительно не очень приятное, противное даже слово. Он не может терпеть, просто как человек, а уж тем более как председатель правительства, а уж тем более как губернатор. Высшее должностное лицо в области вот такое он терпеть не мог. Тем не менее, Виктор Танких знаковая фигура для оренбургской политики, для оренбургской управленческой машины, если хотите. Вы хотите мое субъективное мнение? Вы много с ним работали, вы пересекались с ним. Я не просто пересекался, я был одним из основных противников его. Да. Поэтому мне неудобно говорить о том мнении. Ну давайте мы будем смотреть через призму того, что вы были его противником. Я считаю, что этот человек все время служил хозяином. Будь то это Донковцев, будь то там, когда перекрасился под Мещерякова, Мещерякова, ведь это же был один из врагов Юрий Николаевича, и в принципе Юрий Николаевич его уволил перед тем. Но вот он все время как-то, как Хемелеон, удавалось ему вот так вот. А к людям, которые постоянно меняют окраску, ну вы понимаете, какое отношение. И еще раз напомню, номер для СМС плюс семь девять два два восемь семь восемь двадцать четыре сорок четыре. Исходя опять же из своего управленческого опыта, такая история, как сильно она отражается на регионе, на имидже региона и на имидже главы региона, не здесь, не среди избирателей, а там, в Кремле. Во-первых, авторитет Юрия Александровича там, наверху, как вы говорите. Смотрите, вот этим поступком, я думаю, слишком не деформируется. А мнение об Оренбургской области, ну давайте честно, ну не может танких, да даже совсем министерством там, не то, что там одиннадцать, как вы говорите, или трое там, или двадцать один человек. Оренбургская область – это область. Танкихи приходят, уходят, ну понятно, да? Их столько было уже. Еще даже хуже Виктора Петровича, в десять раз были хуже. Они пришли, ушли, и про них никто не помнит даже. Поэтому Оренбургская область от этого поступка, проступка не пострадает. Хотя, если я не ошибаюсь, в Яндексе там вообще чуть ли не за миллион уже прошло. Продолжение следует...